окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате haven запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем наше романтическое приключение напоминаю что вы можете помочь каналу просто поставив лайк под видео а чтобы не пропустить новое видео не забудьте подписаться и нажать на колокольчик мы находимся в гнезде давайте во первых сделаем все что можно сделать здесь улучшать нам ничего мастерить не нужно давайте поговорим а думаешь мы сможем починить гнездо даже не знаю где еще можно поискать запчасти нужно действовать последовательно где мы еще не смотрели например я вижу на рядаре что осталось еще много фрагментов ржавчине и мы пока не выяснили куда ведет дуга потока с картофелиной переростком а потом нужно будет уточнить если все-таки на лана роу пункт связи сначала мы не знали куда податься а теперь вдруг стало столько дел действительно перекусить а давайте может быть поиграть можно нет поиграть нельзя с пирожком и кексиком а у нас не хватает давайте медынь пока что наготовим хотя у нас их вроде как много убрать в холодильник кушать не хотят пока что ладно так здесь все еще ничего не выросло когда уже хоть что-нибудь здесь вырастет не растет и все так синтез но пока что нам не нужно по здоровью все очень хорошо так вряд ли они захотят сейчас поспать а захотели ничего ночью не произошло ну окей теперь можно и перекусить и поиграть о нет кексик это ужасно перец чили подложил беклер острый соус и маленький ребенок уже тянет его в свой нежный ротик без паники новое задание для пирожка и кексика так-то это давайте медыньку хотя бы съедим что ваше было вкусно тебе не понравилось понравилась но я все думаю как бы сделать еще вкуснее может поменять кое-какие ингредиенты да в этом блюде был всего один ингредиент медыня вот тут менять то я так понимаю больше мы праздновать не можем думаю не стоит нам налегать на беденевку да почему похоже я от нее толстею ерунда ладно ну тогда отправляемся отправляемся на вылазку стоп что здесь о можно поиграть теперь в настолочку приложение 1.6 форсированием мермерийские экстракторы добывают 5 единиц титана с каждого астероида вместо 3 однако затем им понадобится один ход на перезагрузку вот как здесь насколько помню мы еще можем потренироваться сейчас слишком жарко для тренировки опять у тебя отговорки как я тебя понимаю всегда найдется какая-то отговорка так зачем нам столько столько медынь да вот так в принципе отправляемся у нас еще есть пять мазей чтобы лечиться сейчас решим куда мы отправимся собственно приближаемся к фрагменту отмеченному шершнями если на планете есть пункт связи то только тут а тут ничего еще не созрело там тоже еще ничего не созрело ладно давайте хрюнделя почухаем ой балдеет ой балдеет как все 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 хватит себя так а теперь подумаем куда мы сейчас с вами отправимся либо сюда можно отправиться либо сюда можно отправиться здесь мы уже закончили давайте наверное сходим все-таки на лонаро уже разберемся с этим биткомом и этим сигналом который мы хотим отправить а потом уже потом уже наверно сюда отправимся здесь исследуем или все-таки сначала здесь посмотреть а черт его знает в любом случае нам нужно вначале бирбла призвать чтобы это все было быстрее так летим на катероу а мы уже на месте ну вот эта скорость так а нам теперь нужно вот сюда вот в ту сторону а вон наверху там получается вот здесь кстати собрать можно что-то медынька а как наверх забраться как я наверх забирался я не помню поток где-то нужно искать а стопа вот здесь нельзя конечно же нет так нет это в другую сторону поток ой елки теперь сейчас поток тут искать там еще можно кстати медыню собрать и здесь уже тоже созрела да медынь у нас полно в принципе а нам нужны эти орехи буба а где еще вот эта струя потока есть какая-то которая в том направлении может вот это вот ну будем пробовать все поочередно вот это сюда нас привела а прикинь если бы у нас не было этих антигравиационных планок кошмар ну да ходить вы уже разучились может вон там вот в принципе если нам уже прокачиваться не нужно то нам все равно что есть можем просто медыню есть и все нет это в другую сторону опять таки ведет да твою ж дивизию как мне туда попасть но как то же я туда попадал это не в ту сторону куда нам надо ну вот это здоровяк ладно дальше ищем дуги потока а вон там кстати сверху была тоже дуга может ее надо было использовать да не дергайся ты так сейчас глянем допустим здесь где-нибудь еще ну а может быть вот это вполне вероятно да 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 отлично фух ого ничего не скажешь улей на колонизацию средств не пожалел видала когда нибудь такой здоровенный витком ага у одного знакомого был похож на террасе на крыше что там так покраснело у тебя что ли нет ты что наш был поменьше конечно раза в два поменьше я бы сказала ага просто крошечный как думаешь он еще работает а ведь мы можем связаться с Ириной как думаешь ладно ладно понял есть только один способ проверить ну во первых нам нужно зачистить этот островок он весил в ржавчине от него вполне возможно дух больше никаких не исходит окей так тут по моему очагов нету у нас полно медынь поэтому не будем особо сейчас заморачиваться собиранием еды столько ржавчины что даже тащить тяжело что ты что-то сказал нет заметил зараза ага не прыгнешь туда за нами все путем а может с ним все равно нужно было сразиться чтобы зачистить все черт его знает да не не дергайся ты так вот ненавижу когда она так делает за мир без ржавчины с тем видимо придется сразиться ну давай уже не дергайся если вы не сможете а и 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 а и и и Ну, почему не сработало? Я ведь зарядил. Всё, островок зачищен. Это он что, такой маленький? Так, вот оттуда вот мы прибыли. Да, больше, похоже, двух здесь и нету. Ладно, тогда нам осталось только... А как туда забраться? Ага, там вроде как... Вроде как можно туда и пролететь. Оп, отлично. Ну, а видишь что-нибудь? Ничего, всё чёрное. А сейчас? О, вроде белый шум появился. А сейчас? Белый шум и прыгающие полосы. А сейчас? Только полосы. А... Ой, что только что сделала? Ээээ, выдохнула. Тогда ничего не трогай. Кажется, изображение улучшилось. Ладно, думаю, можно начинать. Ты готова? Как никогда. Кажется, впервые в жизни я действительно хочу поговорить с матерью. Мам? Эрина на связи. Эээ... Мама? Ю? Это ты? Эээ... Да, это мы с Кейм. Здравствуйте. А где вы? У вас всё в порядке? Эээ... Мы на истоке и... О нет, вы что, добрались до истока? Улетайте оттуда немедленно. Совет приказал отправить за вами дронов шершней. Да, мы в курсе. Мы уже решили этот вопрос. Вы с ума сошли. Они первые начали. Всё ещё хуже, чем я полагала. В смысле? Что такое? Что хуже? Ты можешь просто рассказать нам, в чём дело? Когда вы исчезли, Совет объявил вас в розыск. Но это была не самая удачная идея. Поползли слухи, что вы вроде как сумели скрыться с радаров Улья. Что вы вроде как начали новую жизнь вместе где-то в космосе, вопреки решению распределителя. И что? В общем-то, так всё и было. В том-то и дело. Вы двое стали символом. Люди готовы пойти за вами. Совет не может этого допустить. А потом пришёл сигнал с планеты, которая считалась необитаемой. Послушайте, вы должны срочно вернуться домой. Я могу всё исправить. Могу задобрить лорда Азиаса. Что? При чём тут лорд Азиас? При том, что он в ярости. А вы чего ожидали? Не понимаю. Только не говори, что ты не знаешь. О чём не знаю? Мы, похоже, вообще ни о чём не знали. Слушайте, а почему Ю покраснела так? Может быть, лорд Азиас это... и есть тот, кого ей распределили? Например, о том, что на истоке была колония. Была, но это совсем другая история. Вообще-то, вы не должны были её увидеть. Что увидеть? Что вы видели? Хватит увиливать, что случилось на истоке? Почему никто не знает о судьбе этой колонии? Почему здесь всё заброшено? Ну ладно. Да, Экса нова участвовала в колонизации истока. Тогда я ещё была только вице-президентом. Об этом никто не знает, потому что всё пошло не так, как обычно. Вместо того, чтобы включить планету в состав Улья, они решили создать, как бы, внешнюю колонию. А что это значит? Это значит, что они прилетели сюда только за потоком. Ты слишком всё упрощаешь. Ага. Но да, вообще-то ты прав. К тому моменту Экса нова как раз достроила новую экспериментальную электростанцию. Поток добывали прямо из ядра планеты при помощи бура. Затем поток сгущали для упрощения транспортировки. Но ведь это опасно. Совершенно безопасно, если правильно обслуживать станцию. А что было дальше? Но ту станцию обслуживали неправильно. Примерно через 30 лет оборудование стало изнашиваться. Прежний президент Эксеново решил, что замена обойдётся слишком дорого. В общем, результат вы и сами видели. Ржавчина. Что-что? Ржавчина. А такое красное вещество, оно тут повсюду. А, это, ну да, наверное. Но я говорила о взрыве. В ёмкости конденсатора появилась трещина. Поток стал неуправляемым, в ядре началась цепная реакция, а потом... Так вы... Постойте, вы подорвали целую планету ради какого-то потока? Просто так сложились обстоятельства. А что с людьми? С теми, кто жил и работал на истоке, что стало с ними? Большую часть людей эвакуировали, но некоторым не повезло. Я бы с радостью вам о них рассказала, но у вас мало времени. Совет решил наказать вас в пример другим. Если они схватят вас, я ничем не смогу помочь. Но если вы вернётесь, я попробую всё уладить. Мы распределим вас в назначенные пары. Мы дадим вам зачитать опровержение и что-нибудь соврём. И всё будет нормально. А что если мы не хотим, чтобы всё было нормально? Вы расстроены, я понимаю. Я помню себя в молодости. Но в конце концов нужно думать и о других. Возможно, распределитель не идеален, но системы лучше у нас нет. Или вы хотите вернуться ко временам метки? Восстановить неравенство, с которым так упорно боролись старейшины? Вы и правда думаете, что стали счастливее? Замечательно. Но из-за вашего эгоизма двое других людей остались ни с чем. Представьте, что началось бы, если бы все поступали так же. Все стали бы счастливее. Конечно же нет. Естественно, все любят время от времени поворчать о распределителе. А вот только без него нам всем было бы намного хуже. Распределитель — это гарантия того, что все наши совместные усилия не пойдут прахом. Это гарантия нашего будущего, стабильность, долговечность. Вы уверены, что можете гарантировать то же самое? Разумеется. Мы любим друг друга. Но вы точно так же полюбите назначенных партнеров. А они полюбят вас. Любовь не всегда подобна всепоглощающему пламени. Ее нужно раздувать из искорки и беречь. Она словно огонь в очаге не дает замерзнуть зимой. Разве такая любовь хуже вашей? Ю, хоть раз в жизни у тебя была причина сомневаться в любви между мной и твоей матерью? Тобой и твоей матерью? Че? А, ну ладно. Она хоть в чем-то уступала вашим чувствам? Нет, но... Любовь намного больше и сложнее, чем вы можете себе представить. Она всегда найдет свой путь. И вы тоже найдете свой путь. Нужно поспешить, успеть разобраться со всеми глупостями, что вы натворили. С глупостями? Какие глупости? Любовь это глупость? Желание жить вместе это глупость? Ты прекрасно понимаешь, что я не это имела в виду, Кей. Нет, не понимаю. Ладно, Ю. Пойдем. Стойте, нельзя же просто так! Можно. Прости, что я настоял, чтобы мы с ней связались. Не думал, что... Ничего. Я привыкла. Помочь она, конечно, нам все-таки ничем никак не помогла, но, по крайней мере, мы получили интересную информацию, которая нам опять-таки никак не поможет, но интересная. Кей. Ты не против, если мы сразу вернемся в гнездо? Я немного не в настроении, чтобы... Чтобы что угодно, если честно. Знаешь, ты права. Пойдем домой. Ты в порядке? За всю обратную дорогу слово не проронило. Да, да, все хорошо. Просто нужно кое-что переосмыслить. Поверить не могу, что мама столько от меня скрывала, все это время. Иди ко мне. По крайней мере, сейчас мы обо всем знаем. Мы же этого и хотели, правда? Да. Ага. Только кое-чего я так и не понял. Она упомянула лорда Азиаса. Никак не пойму, при чем тут этот бурак. Он слишком молод, чтобы быть замешанным в истории с тайной колонией. Ну то есть понятно, что он на короткой ноге с советом. Но я все не возьму в толк, какое ему до нас дело. Я... Кажется, я догадываюсь. Серьезно? Обещаешь, что не будешь злиться? Что? С какой стати мне злиться? Это связано с парнем, которого мне назначили в пару. Да плевать на того парня, разве нет? Ну да. То есть... Постой. Ты хочешь сказать, что твой партнер Азиас? Азиас тот самый, главный Блумов сын во всем Улье? Тот самый. И ты все это время молчала? Ты же обещал не злиться. Я и не злюсь, но Ю, как так? Он же один из самых влиятельных людей в Улье, а еще он чокнутый. Ты никогда не задумывалась, что для меня эта маленькая деталь может быть так важна? Я боялась, что ты передумаешь, если узнаешь. А что если я вполне... А что, я вполне мог бы передумать? Одно дело сбежать из Улья. Но лорд Азиас, это же маньяк. Своим отказом ты его унизила, он никогда не оставит нас в покое. Я его унизила. Вообще-то мы с тобой вместе сбежали. Слушай, вообще-то я сейчас на стороне Ю. То есть для тебя уже на любовь наплевать, как бы? Ты боишься этого Азиаса и все, тебе уже наплевать на Ю, что ли? Кейс, что-то я тебя сейчас не понимаю. И меня не устраивает ни один из этих двух вариантов ответа. Я не знаю, что выбрать даже. Ну, давайте выберем вот это. Ну, даже не знаю. Но он твой партнер. Значит, это я виновата в том, что мне назначили психопата? Мне просто кажется, что ты могла бы мне об этом рассказать. Это еще вопрос доверия, Ю. Вообще-то, пять минут назад ты жаловалась, что мама тебе о чем-то не рассказала. Но ты сама поступаешь со мной точно так же. Это у вас, я так понимаю, семейное. Ну да, интересно, конечно, в кого ты пошел. Но я не удивлена, что от тебя отказались. Ого. Вот ты как. А получше ничего не придумала? Так, ребята, что у вас происходит? Вы чего ругаетесь? Я не ожидал вот этого у вас скандала. Может, попытаемся как-то их помирить? Я не это хотела сказать. Да ладно, и что же ты хотела сказать? Не знаю. Иногда, когда ты повышаешь голос, я тоже завожусь, оно само вырвалось. Должен сказать, я в шоке от того, что именно у тебя вырвалось. Я пытаюсь... Пытаюсь определиться, может быть, какой-то вариант ответа поможет их помирить сейчас. Ой. Я к ним так уж и привык, я за их отношения прям переживаю. С Азисом ты тоже так разговаривала? С Азисом. Ладно. Достаточно. Отблумись от меня, Кей. Слышать тебя больше не могу. Ну и ладно. Мне все равно больше нечего тебе сказать. Ёлки-палки. Что будет дальше? Я в шоке, ребята. Я такого поворота не ожидал. Так, а где Ю? Почему Ю здесь нет? Ю? Ю? Ты где прячешься? Ю? Давай мириться. Ладно. Хорошо. Вот и ладно. Вот и отлично. Выходит гнездо полностью в моем распоряжении. Кей, ты дурак. Вы посмотрите, даже здесь она пропала. Какого черта? Так, не время душ принимать. Нам нужно Ю спасать. Надо, наверное, поесть. Потому что я так понял, что если мы долго не будем есть, если наши персонажи проголодаются, то будут кушать, потом сражаться. Нет, я не голоден. И живот немного побаливает. Ну, в принципе, понимаю, да. Ситуация не до того, чтобы еще и есть. Нужно искать Ю. Быстро идем на поиски. Ладно, Ю, ты выиграла. Я не могу на тебя долго злиться. Вернись. Давай все спокойно обсудим. Ю? Так, тут уже выросло. Орехи. Так, и где ее искать-то? Что теперь делать-то? Куда мы можем направиться, чтобы ее найти? Где она может быть? Подождите, а здесь... Почему мы сюда не можем опять попасть? Где она может быть? Может, она на пляже? Черт его знает. Просто это место, которое ей очень понравилось. Может, она там? Там... Я тоже не знаю. Давайте попробуем на пляж сгонять. Нам нужно пол... Блум, радар забрала Ю. Да твою ж дивизию. И как мне... Можно, конечно, бирбла использовать. Подождите, а я взял... Я ничего не взял, чтобы приманить. То есть, как мне... И без радара, да вы издеваетесь. Я без радара потеряюсь тут вообще. Давайте тут полетаем. Может, где-то на этом острове? Может, мы ее найдем? Ю! Ю! Ю, ты здесь? Я прям не знаю. А, ну да. Радар. Так. Теперь понять, допустим, если относительно... Нам нужно на Чогеме попасть. Либо все-таки туда нужно топать, потому что здесь пропало. Черт его знает. Давайте сначала на пляж попробуем попасть. Чогеме. Это значит, нам нужно... Вот туда нужно. Так, мы сейчас где? Черт его знает. Даже не показывают, где мы. Ладно, нам нужно сейчас... Ты здесь? Прости за вчерашнее. Но вообще-то ты тоже немного виновата. Ладно, забудь, неважно. Пожалуйста. Вернись. Вот это нехорошо. Лум. Так, все в порядке. Я жив. Но как же Ю? Если с ней что-то случилось, я... Так, ну хотя бы радар бы нам оставили, потому что я сейчас... Так, подождите. Откуда я пришел? Еще запомнить как-то. Чтобы потом вернуться, если что, можно было туда же. Так. Так. Ориентир какой? А-а-а. Черт его знает. Какой ориентир? Здесь дорога. Типа идет... Ну, то есть насыпь вот такая земляная. Компаса даже нет. Чтобы как-то сориентироваться. Так, если подождите. Относительно того, как я пришел. То есть мне нужно направо. То есть вот туда мне нужно. Это я! Это Кей! Хотя, если подумать, кто же еще. Да что ты делаешь? Так, теперь запомнить вот это место. В общем, справа от постройки. Ю! Это не смешно, я начинаю беспокоиться. Если ты хочешь, чтобы я почувствовал себя виноватым... ...то у тебя получилось. Где ты, Ю? Когда в улете ушла из дома посреди ночи, ты сделала это, чтобы мы могли быть вместе. Но сейчас... Но сейчас... Тебе же больше некуда идти и не с кем поговорить. Витком! Опа! Все-таки... ...к виткому нужно, да? Ну я подозревал, что это так. О, нет! Это мы где сейчас? Ржавчина? Это мы... А, это мы у виткома сейчас. Ой, тут появилась еще раз вилка. Видимо, Ю куда-то еще отправилась. Так, ну, во-первых, давайте зачистим здесь все. От ржавчины. Мы это уже делали, конечно, но... ...еще раз придется сделать почему-то. Почему ржавчина опять распространилась? С чем это связано? Аууууу! Ауууу! Так, а- Ю- Ю Что случилось с островом? Стоп, он раскололся? Он ведь не был такой Ю Ю, нет Кей? Ёх, как ты меня напугала Я подумал, что ты Не двигайся Вдруг ты что-нибудь себе сломала Нет, нет Думаю, все в порядке Я и не с такой высоты падала Что случилось? Я... Не знаю Я рассердилась Мне захотелось вернуться к Виткому Попросить маму забрать меня отсюда А потом Как только я туда дошла Поняла, что это просто глупость какая-то Но домой пойти я тоже не могла Потому что все еще сердилась Мне было грустно и стыдно И я не знала Как ты отреагируешь, если узнаешь, где я была Поэтому я осталась здесь и просто ревела А потом у меня начали подкашиваться от усталости ноги А глаза разболеются слез и... Бум-бада-бум Бдыщ тыдыщ Бум-бада-бум Кей, прости меня, пожалуйста Нет, это ты прости меня Я тебе такого наговорил Похоже, мне срочно нужны обнимашки Да Это я мигом Только сначала надо обойти эту расщелину Можешь идти? Если меня ждут обнимашки, я готова бежать Ой Нет Пожалуй, с бегом я погорячилась Давай-ка все-таки шагом Двигайся по краю, а я пойду параллельно, пока мы не найдем место, где можно перебраться через расщелину А если и найдем? Тот, кто ищет, тот всегда найдет Поверю тебе на слово В принципе, отсюда во все видно и так Вдоль края, вдоль края Ему легко говорить Он даже не сказал, в какую сторону идти Да тут островок-то такой маленький Так, мы теперь играем за Ю Мы можем просто смотреть, кто куда пошел Вот где он пропал, куда он пошел Тут идти-то, в принципе, вон Либо туда чуть-чуть пройти, либо сюда чуть-чуть пройти И здесь перепрыгнуть негде Разве что с помощью наших вот этих штуковин Вот здесь вот так вот Опа Ой А я уж думал, сейчас в пропасть упадем Перепрыгнуть, может быть, бы получилось Но нет Ладно Оттуда вам, может, как-то Либо, может быть, надо Мы, получается, на вот том островке маленьком Надо идти дальше, может быть И как-то вот так вот обойти, сюда прийти По идее, наверное, так Давайте, кстати, здесь ржавчину уберем Ну, а раз уж так Кей? Такое чувство, что я слышу его голос Ой, ребята, как вы меня напугали Ну что, я прям переживаю за ваши отношения Блум, ну вот, я подумал о ейде Мне конец Я прям переживаю за ваши отношения Поэтому не надо так ссориться Вы что? Я что, здесь уже была? Нет, вряд ли Вот Кей бы знал наверняка Так, стоп, подождите Куда мы можем? Так, здесь есть Дуги Островок зачищен Великолепно Подождите, вот эта вот дуга Куда ведет? Нет, она по Этому островку Все еще Ладно, другая дуга Которая была правее Что-то дому человеку исчезнуть И все летит к чертям А вот Вот, 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 вот Я уже думал Куда же мне? Ну тогда получается только туда Все-таки Правильно я подумал Что нам нужно облететь Там будет Стоп Не понял Это что такое было? Это мы Это мы куда? Ладно Допустим Вот отсюда Видимо нужно То был просто мостик Что такое? Медуневки перепили Судя по картинке Ой, сколько ржавчины Мне интересно А если мы сейчас в бой вступим То что будет? Мы не можем ведь одновременно И защищаться И Бить Это будет вообще хана Так Оттуда-туда Ну по идее Кей наверное точно так же поступил Параллельно просто двигается Ой Да чёрт Отстань ты от меня Хотя по идее Может и придётся С ним в любом случае Сражаться Ладно Давайте Что поделать Уже пора есть Ой Их ещё и двое А мы голодные кстати Блокируй быстрее Я не могу блокировать Я нажимаю Она не блокирует А подождите А блок не работает Потому что мы голодные Я понял Блокировать мы не можем Просто всё Мы весь урон получаем А похоронить я тоже не могу Скомпределом Ничего себе Урон Так быстро-быстро Усмиряй Дó'я Так, ну мы вроде как выжили Не буду я тебя чесать Ты меня атаковал Так, ну инвентарь допустим Даже если открою, но покормить я тебя все равно никак не могу Ну елки-палки, вот это все плохо Так, тут мы зачистили значит Да стоп, да не дергайся ты так, как же меня это бесит Надеюсь с ним все в порядке Бедняга, как ему наверное страшно без меня Ну еще бы Так вы уж дивизия Да я же нашел выброс потока Давай уж дивизию Как вы успеть применить то сделаем беда а-ха беда беда Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Да что такое у него здоровье, он почти не снимается. О, ну наконец-то. Если бы, по крайней мере, можно было блокировать, просто вот в моменты, когда он планирует атаковать, как бы защищаться, да, было бы и нормально в одиночку. Но мы не можем блокировать из-за того, что мы не поели. А поесть мы тоже не можем, хотя у нас еда в инвентаре есть. Так что, в общем, немного неправильно как-то. Туда попасть. Куда мы не заберемся. Куда забраться. По дуге какой-то. Так, ну это наверх, подождите. А я хочу все-таки островочек этот зачистить. Черт, дугу хотел поймать. Кэй! 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 Там я как раз был. Вот сюда я и хотел попасть, да. Отлично. Так, теперь мне нужно... Все это из-за этого бурака Азиаса. Попадись он мне. Ну я на самом деле-ка я не очень понимаю. Какая разница, кого там Ю распределили. Она ведь его не выбрала. Она выбрала Кея, тебя. То есть, что ты злишься? Ты радоваться должен, что она вместо какого-то там, я так понял, богатенького там лорда или кого-то, кто он там, этот Азиас, выбрала тебя. Гордиться этим должен, но ты истеришь. Ну и тоже много чего не очень хорошего она говорила. Так, подождите, нам вообще туда нужно, что ли? Вот туда нам вообще нужно. А как туда попасть? Тоже какую-то дугу искать. Одна будем искать. Найдем. С этим придется сразиться, я думаю. Там мы все зачистили. Там мы зачистили. Да, я думаю, с этим придется сразиться. А, нет. Не придется. Ладно, теперь... Стоп, может быть, отсюда попасть туда можно будет. Нет. Нет, эта дуга не туда ведет. Может быть, вот это... Черт его знает. Я что, хожу по кругу? Да не дергайся, ты вот так вот. Жалко, что вот это отключить нельзя. Как-то в настройках стик, когда назад поворачиваешь, она разворачивается на 180 градусов. Так. Как нам туда попасть-то? Так, здесь еще есть две струи потока, запомним. Это, но это не туда ведет определенно. Это попробуем. Нет. Тету попробуем. Давай. Так, вроде вверх поднимается, но не в ту сторону. Тут все такое одинаковое. О, и как Кэй здесь ориентируется? Вот. Выбрали мы правильную струю. Отлично. Сюда ведь? Ну да. Больше некуда. Ну, там что-то светится. Не како. И здесь можно лагерь сделать. И нам нужно будет туда потом. И, кстати, здесь нет ржавчины. Так, тут что-то светится. Сходить туда в одиночку или уже вернуться сюда с Кэем. Давайте сходим в одиночку, потому что с Кэем я забуду потом. Так, стоп. Я хочу вернуться, потому что там... Да не дергайся ты, развернись. Вот здесь, по-моему. Так. Пошел прочь. А ну, Кэш. Так, вот туда нам нужно. Там мы, наверное, встретимся с Кэем. Я так устала от одиночества. Одиночество полный отстой. Ну, я думаю, надо сначала лагерь здесь разбить. Давайте мы вначале здесь все-таки посмотрим, что вот там вот. Потому что я дичайший любопытный. Сначала нужно найти Кэя. А за барахлом сходить мы всегда успеем. Ладно, тогда давайте запомним, где карта, как называется это. А ну, здесь, где лагерь, в общем, есть. Няникако. Няникаке нужно что-то найти. Кстати, там две ячейки показаны. Значит, что-то еще, кроме вот этого, здесь можно найти. Здесь... А, ну, лагерь, наверное, имеется в виду. Ну, давайте лагерь активируем. Хоть перекусим. Где он? А, вот. Или она лагерь тоже не захочет здесь активировать. Ю, что на тебя нашло, маленькая? Я что-то только думала, что мама взмахнет волшебной палочкой и все исправит? Глупенькая. Глупенькая. А теперь ты одна, в полной темноте. И, честно говоря, так тебе и надо. Но я все равно надеюсь, что скоро это закончится. Потому что, раз ты сразу начала говорить сама с собой, то... Что же будет через неделю? В общем, Кей в чем-то был прав. Может, следовало рассказать ему об Азиасе раньше. Но откуда мне было знать, что мама все испортит? Она тебе не нужна. И никто не нужен. Кроме Кея. Все, да? Ну, хоть немножко подлечилась. А поесть нам все-таки не дали возможности. Ну, в принципе, я понимаю, она хочет как можно быстрее найти Кея. Сейчас не до того, чтобы тратить время на лагере и все такое. Ланако, и здесь тоже ржавчина. Так, а нам теперь туда или или туда? Черт его знает, и здесь тоже можно что-то посмотреть. И нужно от ржавчины все это зачистить. И Кея здесь тоже я не вижу. Ёлки-палки. Наверное, это еще будет долго, его поиски. Поэтому давайте мы, ребята, здесь с вами уже пройдемся. А поиски Кея мы обязательно продолжим с вами в следующий раз. События сегодня были невероятно интересные, прямо такие очень волнующие. Я действительно начал переживать за наших персонажей, за нашу парочку. Спасибо вам большое, за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, встретимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok